На улице установилась погода с отрицательной температурой и на водоёмы в области начали выходить любители подлёдной ловли. Как правило, рыбаки не хуже спасателей, знают опасности, которые может принести первый лёд. Но всё же трагические случайности бывают и среди опытных рыболовов. На данный момент крепко скованы льдом, только небольшие водоёмы без течения. На Клязьме ледяная корка только по краям, а по океане идёт шуга. Но есть водные объекты, которые несут в себя отдельную угрозу. Казалось бы, везде лёд уже прочный стал, а вот улыбышевские карьеры и малыгинские карьеры, песчаные, ну и вот Пекшинское водохранилище, они коварны в том, что на них лёд становится гораздо позже, на неделю, на две, если не на месяц. За счёт того, что вода там большая масса, она прогрета, и лёд никак не встанет. За период этого ледостава под лёд уже провалился 9-летний ребёнок. К счастью, обошлось без серьёзных последствий. Сегодня сотрудники ГИМС совместно с администрацией Вяткинского сельского поселения решили проверить местные водоёмы. На одном из них уже ловят рыбу. Мужчины уверены, толщина льда вполне достаточная для того, чтобы быть абсолютно уверенным в сохранности своей жизни и здоровья. При этом памятку поведения на водных объектов рыбаки всё равно получили. Да нет, ну мы стараемся и стараемся не ходить, но если держит лёд, значит держит. А не держит, значит не пойдёшь. Вот был вот такой вот лёд, я ходил вот. Первый лёд был, вот такой, 3-4 сантиметра. Ну там был я на дереве. А потом уже стал 8, ну сейчас 10 вот. Поэтому с каждым днём мороз-то каждый день крепчает. Вот сейчас вообще будет мороз, сейчас вообще замёрзнет всё. Лёд хорош сейчас, лёд уже 10 сантиметров, так что он безопасный сейчас, переживать об этом не надо. Когда лёд уже перестаёт трещать под тобой, значит уже можно спокойно рыбачить. Сотрудники МЧС во время месячника безопасности на водных объектах активно оповещают население, а также работают с детьми. Спасатели сообщают, что осуществлять выход на лёд без средств спасения нельзя. Такие нехитрые вещи, как верёвка и несколько гвоздей могут спасти вашу жизнь. Но прежде всего нужно понимать, что толщина льда не одинакова на всей поверхности водоёма. Крепкий лёд, это не значит, что на всём водоёме лёд, толщина льда будет составлять 10 сантиметров. Если лёд находится под снегом, то снег работает как одеяло. И под снегом толщина льда может быть меньше. Кроме всего прочего, есть же быстрины, особенно там, где течение. Там толщина льда может быть меньше. Поэтому как бы всё равно надо обезопасить. Всего на территории Вяткина шесть водоёмов, по которым представители местной администрации регулярно устраивают рейды и проверки. Проехали по водоёмам. Как вы видели, уже сегодня вышли рыбаки на лёд. Мы считаем, что безопасность на данном водоёме соблюдена. Толщина льда 10-12 сантиметров. Здесь нету течения. Поэтому выход на лёд в данном месте безопасен. Статистика неумолима. В среднем за прошедшие 10 лет на территории области под лёд уходило от 4 до 6 человек ежегодно. В основном 10% несчастных случаев приходится на осень и весну, когда лёд на водоёмах тонкий. При этом чаще всего страдают рыбаки и дети. В планах у спасателей провести наглядный урок, на котором детям покажут действия человека, провалившегося под лёд. Константин Миронов и Дмитрий Журавлёв. Шестой канал. Константин Миронов и Дмитрий Журавлёв.